Привет всем, это я, Юлия, и сегодня я снимаю видео на русском. Опять, да, потому что были запросы, а у людей появились вот такие вот вопросы. Юлия, как ты выучила испанский? Знаете, я его ещё не выучила, я его ещё учу, если честно. Но я на нём говорю, потому что не боюсь говорить, даже с ошибками. Как я говорила в прошлом видео, не надо бояться ошибок, надо говорить. Забыла сказать сразу, извиняюсь, если будут ошибки на русском, какие-то там связанные с грамматикой, либо произношение не то. Просто есть такие люди, которым всё равно, потому что они понимают, она не из России, у неё есть право на ошибки. А другие просто, знаете, любят выкалывать глаза, кажется, так говорится. Я испанский начала учить в 10 классе, просто потому что мне нечего было делать. У меня не было друзей в то время, именно из-за того, что я снимала видео для ютуба на русском. И в Молдавии тогда, знаете, это было странным делом, и меня обзывали по-разному, и тупой, и психопаткой, и так далее. И вообще, знаете, не хочу вспоминать. Я удалила, конечно, тот канал, но всё равно без друзей тогда осталось, и мне нечем было заниматься. И потом я начала смотреть футбол. Когда я была маленькая, я рассказала в одном из своих английских видео, я любила играть в футбол. Сейчас я не играю просто потому, что боюсь мяча, так как меня однажды ударили в нос сильно баскетбольным мячом, и я теперь боюсь любого мяча. Да, и у меня уже и внутричерепное давление из-за этого, и оно не проходит, сколько бы я ни лечила. И моя любимая команда была Реал Мадрид. Не потому, что там Криштиан Роналдо, боже мой. Нет, мне нравится на самом деле Серхио Рамос, и также мне нравился Диего Лопес. И Кака. Да. Роналдо мне не нравится. Ни физически, ни как футболист. Не обижайтесь, пожалуйста. Ну вот, мне нравился футбол, и мне нравилось смотреть именно интервью, где футболисты говорят на испанском, но была такая проблема, перевода на английском не всегда было, и я хотела понимать, о чём они говорят. И когда комментировали, вот, к примеру, трансляцию на испанском, я тоже хотела понимать, что они там говорят. И вот от нечего делать я начала учить испанский с помощью программы Дуолинго. Её можно скачать на любой телефон, если я не ошибаюсь, также можно пользоваться ей в интернете. Есть сайт Дуолинго, просто регистрируешься, то есть создаёшь свой профиль, как и на телефоне, и выбираешь язык. Там можно много языков учить, но я вот испанский так пыталась учить. Единственный минус это то, что Дуолинго, я вам скажу, учит, не то, что учит, вы с ним учите, только уровень А1. Если вы хотите чего-то больше, надо уже что-то другое искать, учебники, репетитора и так далее. И вот я выучила испанский, то есть слова учила, и начала понимать, что они говорят в интервью и так далее. Но у меня не получалось говорить, так как я не знала, как правильно делать предложение на испанском. Потом я забросила и начала учить французский, из-за того, что в школе нам преподавали и французский. И я не могла сосредоточиться на трёх языках — английский, французский, испанский. Плюс я ещё финский тогда учила тоже самостоятельно. И бросила. В двенадцатом классе я вспомнила про испанский. Почему? Потому что моя мама хотела, чтобы я поступила на факультет иностранных языков, и я уже думала, хорошо, я английский знаю, значит пойду туда, где можно учить что-то связанное с английским языком и с английской литературой, но надо выбрать, какой второй язык буду учить. Сидела, думала, французский мне не понравился, не хотела. Потом думала, может, польский. Польский мне нравится. Подала документы. Подала или подала? Вот видите, уже будет ошибка, и кто-то мне за это глаза выкалывать будет. Ладно, вы поняли. В общем, два университета, и получилось так, что в одном из них не могла учить испанский, в том, в котором я хотела, потому что у меня не было бакалавра, то есть не было оценки по испанскому языку, потому что там его учили не с нуля. Там надо было испанский уже знать хорошо, и надо было иметь оценку на экзамене по бакалавру именно по испанскому. Но это было невозможно, так как у меня оценка была по английскому. И пришлось уже выбрать этот университет, где я сейчас. И вот я здесь начала учить испанский с нуля. А преподаватель у нас просто супер. Она на испанском говорит и вправду, как испанка, знаете. А просто это удовольствие слушать. У нас очень странный метод изучения испанского языка. Мы его учим таким образом. Пересказ текстов, знаете, какой он у нас был? Берешь текст, читаешь, делаешь переводы на свой родной язык, и потом учишь наизусть. Вот так вот. Никаких диалогов, никаких там просто слова, чтобы отдельно учить. Просто учишь тексты наизусть. Вот. И вот так вот мы в прошлом году учили. В этом году тоже. Но уже она начала нас испытывать, так скажем. Можешь ли ты сказать фразу на испанском? И слава богу, я вот начала снимать видео на испанском. И уже поборола страх говорить на этом языке. То есть я снимала видео и снимаю для того, чтобы побороть свой страх. И не бояться говорить на этом языке, хоть я его еще не знаю очень хорошо. Но вот я на нем говорю. И я вот молодец. И вы тоже, если будете так говорить, даже если с ошибками, будьте молодцы. Вот мы учили тексты наизусть, и, видимо, результат есть. Но я вам скажу еще, я не только учу в университете просто тексты наизусть. Я смотрю видео в интернете. Как я говорила в прошлом видео про английский язык, надо смотреть сериалы на испанском. Я это и делаю. Смотрю сериал про Изабелу Костильскую на испанском. Потом нашла себе блогеров каких-то, которые говорят на испанском. Лучше всего вот такие люди есть, как Ирина Федченко. Она из Украины, и она говорит на испанском, потому что она живет в Мексике. И вот она снимает видео на испанском про Украину. Ну и про ее жизнь в Мексике. И то есть она более медленно говорит, и я слушаю ее, я слышу, как произносить правильно слова и так далее. И это мне очень помогает. То есть вот те пункты, которые я говорила в прошлом видео, они вот хороши для этого видео. Но не хочу их повторять. То есть я делаю то же самое. Прихожу домой, говорю сама собой на испанском. А с питомцем своим тоже на испанском. Говорю, он у меня будет полиглотом скоро. И вот так вот. То есть я учу и в университете, и дома сама. Смотря сериалы, слушая музыку на испанском. Хотя это редко. Пока еще не читаю на испанском. Читаю только то, что задают в университете. Были еще вопросы такие. Помогает ли мне знание румынского языка в изучении испанского? Если честно, вообще не помогает. Он мне даже мешает. Знаете почему? Вот некоторые скажут, ты нас обманываешь. Они же связаны. Как русский, украинский, так и испанский, и румынский, и итальянский, и так далее. Я вам скажу вот что. Да, они похожи. Но вот есть такая проблема вот именно с испанским. Вот итальянский больше похоже на румынский. А испанский что-то есть общее. Но вот у меня вот иногда такие проблемы. Есть текст, надо его прочитать. Читаю, и когда хочу делать перевод текста, там есть слова, которые, знаете, просто вот чисто испанские, на румынском вообще нету слова, которое будет похоже на вот эти вот слова, да. Но есть иногда вот слово, любое. Сейчас не припоминаю, но есть такие слова, вот знаете, прям почти точь-в-точь написано, как на румынском. И читаешь это слово и думаешь, ага, тут перевод тот же самый, тот же самый смысл. И тут вам облом. На румынском совсем другое. То есть, если слово на испанском похоже на слово на румынском, это не значит, что они значат одно и то же. Вот такая вот философия тут получается. Так что румынский мне мешает. Очень мешает мою, я ответила на ваши вопросы. Если есть какие-то ещё вопросы, оставляйте их в комментариях, либо пишите мне сообщения в Инстаграме. И я, как всегда, отвечаю. Ну что же, спасибо вам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok